В трагедии на праздновании Хэллоуина в Южной Корее виноваты власти и полиция. С таким заявлением в Сеуле выступили представители 25 неправительственных организаций. В МВД страны признали, их реакция на ЧП была неадекватной. Напомню, трагедия произошла 29 октября. По последним данным погибли 156 человек, среди них 26 иностранцев. В их числе и наша соотечественница Мадина Ширниязова. Тело девушки сегодня доставили в Казахстан. За расследованием катастрофы следит наш собственный корреспондент в Сеуле Владиславцой. О том, что в районе Итывон может произойти ЧП, службу экстренной помощи предупреждали 11 раз. Столько жителей просили о помощи. Причем первый звонок поступил почти за 4 часа до трагедии. Однако должной реакции не было. К тому же следить за порядком на празднике, который посетили больше 100 тысяч человек, отправили всего 137 полицейских. Не ограничивали и движение машин. Хотя за две недели до трагедии на Итывоне, во время другого фестиваля, главную улицу в районе перекрыли по просьбе организаторов. По словам представителей местных властей, празднование Хэллоуина никто не организовывал. Поэтому транспорт передвигался, как и в обычные дни. Из-за неработающих систем и невыверенных процессов пострадавшие на Итывоне не встретили столь необходимой помощи государство и общество. Административные и полицейские органы перестали выполнять свои обязанности. Более того, есть подозрение, что высшие должностные лица и правящая партия делают вид, что ничего не знают. Еще одна важная деталь. По законам Южной Кореи, полицейские могут ограничивать передвижение людей только во время митингов или правительственных мероприятий. В других случаях это могут признать нарушением прав человека. Власти теперь пытаются исправить этот и другие пробелы в законодательстве. В настоящее время соответствующий закон предлагается в Национальной Ассамблее. Я знаю, что он включает положения, в соответствии с которыми местные органы власти несут ответственность за проведение и управление мероприятиями в отсутствии организатора. Тем не менее, очевидцы сняли, как один из полицейских пытался управлять людским потоком и тем самым спас не одну жизнь. Вот тот самый переулок, где произошла трагедия. Его длина 50 метров, ширина от 3 до 5 считается опасным, когда на площади 1 квадратный метр собираются 5 человек. В момент давки на 1 квадратный метр приходилось не менее 10 человек. Сейчас в правительстве Кореи пытаются оказать помощь семьям погибших. Власти предоставили субсидии на транспортировку жертв давки в размере 15 миллионов вон каждой семье. Это около 5 миллионов тенге. Еще 20 миллионов вон отправят в качестве материальной помощи родственникам умерших. Премьер-министр страны Хан Док Су посетил алтарь, который установили в университете Чунан в памяти о погибших студентах. В этом вузе училась и казахстанка Мадина Ширнязова. Глава правительства выразил слова соболезнования послу нашей страны в Сеуле Бакыты Дусимбаеву. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. Продолжение следует...